Продолжаем выпуск. В особенно непростых условиях оказались беременные женщины в Казахстане. В роддомах действуют правила, согласно которым роженец при поступлении от них требует результаты ПЦР-тестов. Ходят слухи, что без них никого не принимают. Так ли это, узнавали наши корреспонденты. Не попасть в роддом, когда придет срок, боится жительница Алматы Жолдос. Вот уже несколько месяцев все консультации с гинекологом у нее проходят онлайн. Жолдос узнала, что теперь на плановые роды без ПЦР не принимают. Но где его пройти, чтобы при этом не стоять в долгой очереди, будущим мамам пока никто не сказал. Жолдос говорит, что в кругу ее подруг назревают панические настроения. Да, нам немножко страшновато. И даже за себя, за ребенка, за родных. Потому что мы не знаем, где рожать, как быть, примут ли нас. Потому что у нас уже сроки, у меня, например, приближаются. И я не знаю даже, врачи пока ничего не могут об этом сказать. В управлении общественного здоровья Алматы нам ответили, что в роддомах действительно требуют результаты ПЦР или экспресс-тестов. При этом последние действуют всего три дня. Но эти правила не распространяются на экстренные случаи. Если схватки уже начались, врачи обязаны принять роженицу. При экстренном поступлении проводится тестирование методом ПЦР, если результат отрицательный, пациентку переводят в общее отделение. При положительном результате на коронавирусную инфекцию COVID-19 пациентка переводится либо в инфекционный стационар, либо в специализированный роддом. В таком случае обследование проведут и новорожденному. До получения результатов мать и ребенка будут держать отдельно, чтобы избежать заражения. Если окажется, что малыш здоров, его из роддома придется забрать родственникам до тех пор, пока не выпишут маму. Желудес надеется, что к ее сроку ситуация изменится к лучшему. Но просит чиновников продумать процедуру прохождения тестов для беременных так, чтобы не рисковать здоровьем матери и ребенка.